Всем привет! Вы на канале Дневник Интересов. Американская армия не испытывает недостатков смертоносном оружии. Некоторые образцы слишком дороги, некоторые слишком сложны. А еще есть такая боевая техника, которую хотят создавать политики и военные подрядчики, но не хотят видеть военнослужащие на поле боя. Тем не менее, сегодня войска США обладают колоссальной огневой мощью, которую могут применять в самых разных ситуациях, начиная с локальных противопартизанских войн и заканчивая масштабными боевыми действиями с использованием механизированных частей и соединений. Вот 9 лучших образцов боевой техники, находящихся на вооружении в армии США. Приятного просмотра! Вертолет AH-64 Apache. Есть некая доля иронии в том, что лучшее оружие сухопутных войск США – это вертолет. Но с учетом конфликтов, в которых в последнее время участвуют вооруженные силы США и которые могут возникнуть в перспективе, воздушная мощь – это решающий фактор. Вертолет Apache, оснащенный 30-мм пушкой, ракетами Hellfire и современными приборами обнаружения, сочетает в себе огневую мощь, скорость и дальность полета, позволяющие сухопутным войскам наносить удар по противнику задолго до выхода их подразделений на дальность стрельбы. Он в равной степени эффективен в борьбе с боевиками и при уничтожении бронетанковых колонн противника. Apache успешно применялся в самых разных конфликтах – от бури в пустыне до афганской войны. Пожалуй, важнее всего то, что сухопутные войска сами командуют вертолетами Apache, и им не нужно в таких случаях обращаться за непосредственной авиационной поддержкой к ВВС и ВМС. Ударный вертолет не может и никогда не сможет заменить сражающуюся на поле боя пехоту, но сухопутные войска высоко ценят ту огневую поддержку, которую он им оказывает. Блок-2 плюс Койот – это дрон, предназначенный для уничтожения других беспилотных летательных аппаратов. Перехватчик доказал свою эффективность по уничтожению БПЛА 1, 2 и 3 групп, вес которых колеблется от 9 до 600 кг. Беспилотный летательный аппарат использует ракетные ускорители для запуска с рельсов. Управляется наземным радаром Ку-720 компании Raytheon. Также дрон использует радиочастотный датчик для взрыва боеголовки, когда он приближается к цели. Танк М1 Abrams. Является ли танк М1 Abrams лучшим в мире? Это зависит от того, с кем вы говорите и из какой страны ваш собеседник, но это неоспоримо один из лучших танков в мире. Вес М1А2 составляет 60 тонн. Он вооружен 120-мм пушкой, использующей боеприпасы с обедненным ураном. Имеет броню толщиной до метра, а его максимальная скорость составляет 65 км в час. В 1991 году эти танки разгромили иракские танковые войска, оснащенные техникой советского производства. Вполне возможно, что они могут сделать то же самое с современными китайскими танками тип 99. В бою было уничтожено очень мало танков Abrams, а то, что ИГИЛ уничтожал или захватывал иракские танки М1 в большей степени говорит о качестве подготовки экипажей, нежели о характеристиках самого танка. Подводные ракетоносцы класса Огайо. Безусловно, подлодки, вооруженные ядерными ракетами, это одно из самых разрушительных и смертоносных орудий в руках американских военных. 18 американских стратегических атомных подводных лодок третьего поколения класса Огайо обладают колоссальной мощью. Каждая из них оборудована 24 ракетными шахтами, это до сих пор является непревзойденным мировым рекордом. Обнаружить и уничтожить эти лодки очень сложно. Мало того, что они обладают низким уровнем шума, так еще во время боевого патрулирования точное положение Пларб неизвестно даже рулевым. Координаты знают лишь несколько старших офицеров подводного корабля. Основным вооружением лодки являются ракеты Trident 2D5, которые могут оснащаться либо 14-ю боевыми блоками W76 мощностью 100 килотонн, либо 8-ю боевыми блоками W88 – 475 килотонн. Боеголовки оснащены новым супервзрывателем, позволяющим делать корректировку точки подрыва с учетом промаха. Самоходная артиллерийская установка М109А6 «Паладин». «Паладин» – это последняя версия почтенной самоходной артиллерийской установки М109. Из нее можно вести стрельбу 155-миллиметровыми активно-реактивными боеприпасами на дальности до 32 километров. Кроме того, в ней используются снаряды с наведением по GPS или по лазерному лучу. Усовершенствованная артиллерийская система обеспечивает ключевую огневую поддержку для множества потенциальных боевых задач, выполняемых боевыми группами бронетанковой бригады армии США в обычных, гибридных, нерегулярных и противоповстанческих боевых условиях. Программа модернизации PIM включает модернизацию корпуса, башни, двигателя и систем подвески, чтобы обеспечить повышенную надежность, живучесть и характеристики по сравнению с артиллерийской системой М109А6. Модернизированная система способна оказывать постоянную огневую поддержку в любых погодных условиях. Нортроп Би-2 Спирит Если кому-нибудь пришла в голову идея провести конкурс на звание самого необычного самолета, то американский бомбардировщик Нортроп Би-2 Спирит точно был бы в числе призеров. Этот самолет больше напоминает действующую декорацию какого-нибудь фантастического голливудского фильма. Однако, несмотря на свой диковинный внешний вид, Би-2 Спирит является страшным оружием, ведь его создавали для нанесения ядерных ударов по городам и военным объектам противника. В народе Би-2 привыкли называть стелс. Все потому, что этот стратегический бомбардировщик покрыт радиопоглощающими материалами и создан по специальным аэродинамическим схемам с экранированием реактивных двигателей. Поэтому радары не замечают самолет, который на скорости свыше тысячи километров в час может проносить у них под носом 16 ядерных бомб или 23 тонны обычных бомб с 16-ю крылатыми ракетами. На этом сегодня все. Оставляйте свои комментарии, какое вооружение США вам больше всего запомнилось. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поставить лайк. Я буду благодарен. Спасибо за просмотр. До скорых встреч!